Сегодня в программе Синоптики единодушно прогнозируют нам хорошие жаркие летние денечки, как минимум на неделю вперед. Но что нам отдых? Пожарным работа. Вы смотрите точнее. Сегодня с вами Ольга Сланицына. Здравствуйте. Привычные бумажные медицинские карты уходят в прошлое. Все поликлиники Тюмени переходят на электронные варианты, а осенью в личных кабинетах пациентов появится информация об оказанных услугах и их стоимости. Что уже сделано и что предстоит, обсудили в правительстве области. Эта программа, кстати, предполагает и внедрение электронного контроля за работой медучреждений. Также наш регион будет первым в России, где поставки медикаментов и расходных материалов будут отслеживаться в онлайн-режиме. Это, ну скажем так, проблема, которая сегодня не решена ни в одном субъекте Российской Федерации. Естественно, это огромные деньги, это огромная экономия, это порядок. Экономию и порядок в борьбе с лесными пожарами тоже могут обеспечить новые информационные технологии. На помощь огнеборцам приходят системы, которые работают без человеческого вмешательства. Слово Екатерине Шадриной. Вот обнаружен дым. Чтобы уточнить, мы приближаем. Это кадры с камер видеонаблюдения за лесными пожарами. Таких на юге Тюменской области 45. Из 22 районов всевидящим оком не охвачены только 4. Там мониторинг обеспечивает авиация. Есть и наземное патрулирование. Затратные меры необходимы, ведь только с начала периода в регионе было ликвидировано 75 лесных пожаров. И это не только наша проблема. В России каждое лето до тла выгорают десятки тысяч гектаров. И, к сожалению, бывает, что гибнут люди. Общая беда заставляет искать новые пути, ее предупреждение и делиться опытом. В рамках пилотного проекта камерами видеонаблюдения оснастили 9 районов Пермского края. Радиус действия каждой позволяет обнаружить очаг возгорания на расстоянии до 35 километров. Автоматическая система в режиме онлайн покажет температуру, скорости направления ветра, степень пожароопасности и задымления. Эта вышка в Суксунском районе самая высокая в регионе. Ее высота 81 метр обеспечивает максимальный обзор. В проекте задействованы только камеры российских производителей. Кстати, по словам специалистов, они прекрасно работают в густом дыму, при шквалистом ветре и под проливным дождем. В общем, в условиях летнего экстрима. Работоспособность данной камеры, температурные характеристики от минус 50 до плюс 50, запуск системы от минус 40 до плюс 50. То есть при дожде, то есть при скоплении влаги и капель на самом кожухе, получается, камеры, у камеры есть такая возможность с помощью вибрации стряхивать всякая автоматическая капля. Камеры видят на 360 градусов и передают данные в диспетчерскую. Система объединяет точки видеонаблюдения, геоинформационную систему и средства обеспечения безопасности. Но главная особенность... Технология обнаружения пожара, что мы в автоматическом режиме, без диспетчера, диспетчер может спать в этот момент времени, придет информация об опасности, что наступил пожар. Если вовремя не отреагировать, за час может выгореть гектар леса. Просто видим, не знаем, где что, допустим, за горанием. Просто по определенным маршруту мы едем. А если мы этот дым увидели, то есть мы уже закрыто едем на это место. Для бюджета проект обошелся всего в миллион рублей. Сэкономить помогло решение использовать существующие вышки сотовой связи. Если система пройдет обкатку успешно, возможно, и тюменские лесники возьмут опыт уральских коллег на вооружение. Екатерина Шадрина, Алексей Безделов. Тюменское время. Пермский край. Еще несколько штрихов к информационной картине дня. Продолжим коротким блоком событий. Редактор субтитров А.Семкин Биллием блюд восточной кухни. Состав спортсменов, которые представят Россию на гранд-шлеме, утвержден на 70%. На правах принимающей стороны сборная имеет право выставить по 4 борца в каждой весовой категории. И уже решено, что 5 человек из них будут нашими земляками. Сейчас окончательный список еще утверждается тренерским составом. Международный турнир «Большой шлем» Тюмень принимает в четвертый и последний раз. Но будет претендовать на проведение других соревнований. Молодая перспективная пора, которая у нас подрастает. У нас большие интересы все-таки к молодежным турнирам, молодежным соревнованиям, чемпионатам Европы, возможно, перенств и юношек мира. Пока переговоры проходят, я думаю, что более предметный разговор состоится здесь во время приезда сюда и джек на этот турнир. Очередность благоустройства скверов и парков теперь решает балловая система. Учитывается расположение, состояние социальной объекты поблизости. Благодаря новшеству сроки выполнения работ по каждому скверу стали более понятными. До сегодняшнего дня у нас не была регламентирована данная процедура. То есть мы их определяли озелененной территории по принципу наказов депутатам, обращения жителей. Но жизнь на месте не стоит. Инициатив очень много. Мы отбор будем производить не на три года, а ежегодно. Поскольку будет учитываться бюджетная обеспеченность, и, соответственно, нам тоже не нужно себя загонять в угол. В этом году на деньги из казны приведут в порядок четыре зеленых зоны. В сквере гимназистов, ветеранов энергетики и серебряные ключи работы уже ведутся. На очереди сквер шахматистов. А сейчас ситуация, в которой никому не пожелаешь оказаться. Двор у дома на улице Интернациональной превратился в общественную уборную в худшем смысле этого слова. Застройщик провел канализационную трубу прямо к подъездам. Александр Гришаков разбирался, в чем дело. Это смешно. Застройщик сделал канализацию. Положил трубу, вывел в отвор. Ходите люди, дети ходят, мухают. Хотели как лучше, а получилось как всегда. К ароматной проблеме старого дома теперь приобщили жильцов новостройки. Чтобы стоки не топили парковку, строители устроили систему водоотведения прямо во двор. Ручей из выгребной ямы заканчивается где-то в этих сараях. Жители их закрыли и не пользуются из-за постоянного запаха. Пустует и детская площадка. От нее до зловонной лужи каких-то три метра. В выгребную яму сливают нечистоты более 50 лет. Пользуются и жильцы только четырех квартир. Люди самостоятельно укрепили края и накрыли фанерой. Однако проблемы остаются. Зимой, когда труба перемерзла, вода стекала в подпол. Выкачивать ее нельзя и лососом. Они как ее выкачивали, все, мы, две семьи, сразу выходили на улицу, включали воду, чтобы она заполнялась. Потому что невозможно в квартирах сидеть, где-то с подпола идет вот этот запах страшный. О нечистой славе выгребной ямы писали во все инстанции. Накануне двор обследовал Роспотребнадзор. Нарушения налицо. Только оштрафуют не находчивого застройщика, а управляющую компанию, которая плохо обслуживает дом. В ходе рассмотрения обращения факта нашли свое подтверждение. В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении в отношении организации, осуществляющей управление данным жилым домом. Но производство на сегодняшний день еще не завершено. Жителям крайнего подъезда обидно еще и потому, что у соседей есть центральная канализация. Ее построили в прошлом веке. Теперь решают, как подключить к трубе остальных. Администрация города провела рабочие встречи с водоканалом и управляющей компанией. Составили даже предварительную смету, но сумма почти в 250 тысяч рублей никого не устраивает. Будет оценена стоимость мероприятий по подключению и, соответственно, будут выполнены работы. Мы планируем эти работы сделать в этом году. Соответственно, с управляющей компанией отработали. После получения заявки на подключение к техническим условиям, они обратятся в Тюмень-водоканал и, соответственно, все эти вопросы, связанные с подключением, уже оперативно будут решать. Старт строительства канализации должны дать сами собственники. Заявку в управляющую компанию оформляется большинством голосов. Часть затрат администрация возьмет на себя. В доме около трети квартир муниципальные. Придется вложиться и собственникам. Пойдут ли они на это? Еще вопрос. Дом в прошлом году признали аварийным. Людей должны расселить в ближайшие 10 лет. Александр Гришаков, Максим Плюхин. Тюменское время. Еще немного на коммунальную тему. Почти полторы сотни километров сетей в Тюмени бесхозные. Именно на них происходит наибольшее количество аварий. Такой вывод сделали в администрации города. Законом предписаны целые процедуры передачи таких сетей на баланс муниципалитета. Обслуживанием тем временем занимаются ресурсоснабжающие организации. Из-за такого вынужденного пополнения только в прошлый отопительный сезон на трубах Суэнка Число происшествий возросло на 27%. В 2015 году перед началом отопительного периода у компании Суэнка находилось на обслуживании 66,5 километров бесхозных тепловых сетей. На сетях, которые нормальным образом переданы на обслуживание, переданы в аренду, аварийность у нас снижается. Потому сейчас активно ведется работа по оформлению бесхозных сетей, для того, чтобы они попали в программу капремонта и были заменены. К другим темам реакция раздора. В 12 тюменских садиках продолжается противостояние между педагогами и родителями, которые отказываются от диагностики туберкулеза. Однако немало становится и тех, кто сначала был резко против, а сегодня изменил свое решение. Ты почему в садик не ходишь? Почему-то я пиевку не даю. Маленький Никита в курсе событий, хотя воюют взрослые. С момента неприятного инцидента прошел месяц, однако стороны до сих пор не могут договориться. Родители упорствуют, не желая обследовать малыша, а педагоги ограничивают его посещение в детском саду. Предлагают дистанционное обучение, чтобы мы сидели дома и обучала я сама своего ребенка дома. Подобные ситуации в 12 тюменских садиках. Некоторые мамы сидят по домам уже шестой месяц. Без пробы МАНТУ справку не получить, но обследоваться уфтезиатра родители не хотят. Если будет показания у моего ребенка, а показания – это температура, кашель более трех недель, влажный, потеря массы тела, то тогда пожалуйста. А без показаний – как здорового ребятишка куда отправлять? У медиков свои аргументы и весьма серьезные. Ну вот я хочу вам показать туберкулезное поражение легких у ребенка. То есть вот здесь четко и хорошо все видно. Я хочу заметить, что вот эти изменения в легких туберкулезные выявлены именно при постановке иммунологических тестов диаскин-теста. Эти доводы гораздо весомее заявлений правозащитников, на которые ссылаются родители. Убеждена главный фтезиатр области Наталья Пирогова. В этом году среди впервые заболевших туберкулезом оказались уже 14 малышей. Причем у большинства жалоб на здоровье не было никаких. Клиника туберкулеза, она малосимптомная. Она практически может себя очень долго ничем не проявлять. Если привести какие примеры, то, как правило, дети, те, которые у нас вот находятся на лечении, в стационаре, все детки, они выявлены после проведения иммунологических тестов. То есть либо это туберкулинная диагностика, либо это диаскин-тест. Но именно их и боятся родители. Альтернатива есть. Тесты с использованием других компонентов, которые, правда, придется пройти платно. В программу ОМС не входят. Однако сведения дают достоверные, поэтому фтезиатров тоже устраивают. А передается туберкулез воздушно-капельным путем. То есть заразиться можно при чихании, разговоре и просто находясь в одной комнате с носителем палочки Коха. В стадиках этого и боятся, ведь в группах десятки малышей. Мы должны обеспечить безопасные условия для всех детей. А у нас сегодня, на сегодня только 24 ребенка, чьи родители отказались проводить им туберкулинодиагностику. При том, что у нас детские сады в Тюменской области посещают порядка 100 тысяч детей. Из 40 семей, отказавшихся от прививок детям в прошлом году, пока на своем стоят только 6. Анастасия Лизаревич, Юлия Сауляк, Дмитрий Бурматов. Тюменское время. А причин для опасений у руководства детских садов более чем достаточно. Так, за 6 месяцев этого года в регионе заболели туберкулезом полтысячи человек. Половина из них проживают в Тюмени. В этом году опасный недуг впервые выявлен более чем у двух десятков ребятишек. И снижений заболеваемости пока нет. Для сравнения, в прошлом году от туберкулеза лечились 53 ребенка. Большинству диагноз был поставлен впервые. Всего же в области на учете уфтезиатров находятся более 2000 тюменцев. И каждый второй из них с активной формой туберкулеза. Поэтому профилактика просто необходима. Спонсор нашей программы Кулига-2. Новая коттеджная застройка в экологически чистом районе. Земельные участки около Кулига-парк в новом коттеджном поселке Кулига-2. Телефон 60-30-32. 60-30-32. Это еще не все на сегодня. Дальше еще интересней. Студенты видят преподавателя. Преподаватель видит группу студентов. И, по сути, проводит семинар вживую в онлайн-режиме. Дистанционное образование. Почему интерес к нему только растет? Вот здесь вот есть протез руки. Вот здесь вот есть колясочка. Эта идея удостоена специального гранта. Какие еще замыслы молодых обеспечат деньгами? Ну, минут 20 купаемся. Полчаса отдыхаем и снова. Нам же надо успеть за один день. Горячая пора на горячих источниках. Когда целебная вода лечит, а когда калечит? 11 вузов в России лишили аккредитации. Среди них и Звудуковский филиал Уральского института коммерции и права. Эта новость стала неожиданностью. Студентов успокаивают. На них решение Рособорнадзора не скажется. Просто теперь абитуриентам придется ехать в Екатеринбург. Прием мы ведем только для головного вуза. Все делаем для того, чтобы изменить ситуацию. Интересно у нас студентов, потому что мы ими дорожим. Мы заинтересованы. Мы, конечно, гарантировать ничего не можем пока на сегодняшний день. Потому что до сих пор документов, никаких оснований для запрета у нас на столе нет. Мы их не получили. Предположительно, причиной лишения лицензии стал неуказанный в документах адрес арендуемого спортивного зала. В учебном заведении числятся 243 студента, все заочники. Такую форму обучения предлагают и другие вузы региона. Больше всего абитуриентов-заочников в этом году примет Тюменский индустриальный университет. В таком формате получать знания будут свыше 3000 человек. И почти каждый десятый из них за счет бюджета. Направлений подготовки десятки, но в лидерах машиностроение, нефтегазовое дело и строительство. В государственном университете заочные придут учиться почти 3000 человек. Бюджет оплатит образование каждому девятому студенту. Льготникам достанется 110 мест. А вот в Институте культуры на заочное обучение примут в этом году всего 210 человек. Из них каждый третий получит высшее образование за счет бюджета. В том числе трое приедут учиться из Крыма. Подготовка идет по 15 направлениям. И впервые в этом году заочно будут готовить магистров по библиотечному делу. Медицинский университет единственный, где заочников не учат. Но за образованием теперь ведь можно ходить не только в вуз, а в интернет. Не беремся пока говорить о качестве таких знаний, но по деньгам это дешевле, причем значительно. Так, год очного обучения по специальности юриспруденция в одном из самых популярных тюменских вузов стоит более 163 тысяч рублей. А профессию на расстоянии здесь же можно получить в 2,5 раза дешевле. А для иностранцев стоимость тюменского дистанционного образования и того меньше. Хотя, впрочем, есть места, где только так и можно учиться. Варианты образовательных программ онлайн изучила Юлия Сауляк. Интернет изменил представление о многом. Теперь учиться в ведущих университетах мира можно, не выезжая за пределы Тюмени и даже не меняя привычный ритм жизни. Но может ли дистанционное образование стать альтернативой традиционному? Давайте выясним вместе. Тюменский государственный университет первым в регионе открыл массовые онлайн-курсы. Веб-обучение уже опробовали в рамках очного расписания. Теперь лекции на расстоянии внедрят повсеместно. Первая наша дисциплина – это экологическая паразитология и историческая география. Начнутся они с сентября 2016 года. На эти курсы уже записано более 4000 человек. В сентябре к направлениям добавится философия, педагогика и психология. К концу года в формате онлайн преподавать будут по 17 профилям. Личный кабинет позволит участвовать в семинарах, находясь в любой точке планеты бесплатно. Вероятно, что в будущем мы будем выбирать врача не только по профилю, но и по количеству времени, проведенному доктором в интернете. Уже скоро медики будут получать допуск к работе в зависимости от прослушанных лекций, в том числе дистанционно. Это принцип непрерывного образования, который сейчас внедряется в медицине. Теперь каждый доктор должен постоянно учиться, набирая баллы или кредиты. За год врач может в среднем набирать 50 таких вот единиц. Это могут быть короткие циклы повышения квалификации и различные мероприятия образовательного характера, конференции и семинары. Единица измерения, час в интернете. При опоздании на онлайн-сессию, ранний выход из сети и ошибках в тестировании обучение не зачтут. Пока так повышать квалификацию будут врачи, но в будущем онлайн-образование коснется и среднего медперсонала. За забором шестиметровой высоты исправительная колония. Здесь отбывают наказания люди, совершившие преступления. Связь с внешним миром ограничена, но именно дистанционному образованию удалось проникнуть сквозь ограждение и колючую проволоку. Находясь за решеткой, высшие образования получают 27 тюменских заключенных в четырех вузах России. Они штудируют экономику, менеджмент и юриспруденцию. Этим летом дипломы получат трое. Похоже, у дистанционного образования большие перспективы. Россия в десятки стран, где интерес к онлайн-обучению наивысший. Юлия Сауляк, Алексей Красных, Тюменское время. И сейчас о тех, кто этим летом не занят ни вступителями, ни образовательными хлопотами. Восемь проектов тюменской молодежи получили грантовую поддержку на форуме «Утро-2016». Каждый победитель заработал по 200 тысяч рублей, чтобы выплатить свои замыслы в жизнь. А вот что это за идеи, уточнит Карина Закирьянова. Здесь вот есть протез руки. Такие куклы в магазине не продают. Это изобретение авторов проекта «Перезагрузка. Время семьи». С помощью этих деревянных игрушек маленькому ребенку можно объяснить, что в мире есть особенные люди. Родители не знают, как объяснить детям, почему тетя или дядя так ходит, почему он ездит на коляске. Чтобы люди понимали, как можно помочь, как нужно взаимодействовать. По замыслу Людмилы и Светланы, обычные люди вместе с особенными будут бок о бок мастерить поделки, учить и английский, и не только. Таким образом родители смогут воспитать в своих детях толерантность. Проект сразу пришелся по душе судьям форума «Утро». Грантовые деньги победители уже решили куда потратить. Это глина, краски, песок для анимации, аудиосистемы для английского языка, то есть оборудование какое-то. Параллельно будут проходить инклюзивные игры, то есть человек частично будет на время лишаться какого-то органа чувств. В дальнейшем творческие занятия будут регулярно проходить во дворце «Пионер». А это еще один победитель форума «Утро» – лайт-версия армейской жизни для школьников. Идея создания проекта «Команда ДВ» возникла год назад. Ее автор Максим Шереметьев про армию знает не понаслышке. Старший сержант в запасе когда-то сам работал в военкомате с молодежью. Всего 19% людей готовятся к армии, и мы считаем, что это очень мало. Мы погружаем людей в такую легкую версию армейской жизни, чтобы они поняли, к чему нужно стремиться, к чему нужно готовиться. Бег по пересеченной местности, подтягивания, стрельба из лука и многие другие состязания ждут участников турнира «Команда ДВ». Он будет проходить в пяти районах Тюменской области с 1 августа по 1 сентября. Пинская улица по городу идет. А это дебютный проект молодого режиссера Андрея Зубова – документальный фильм «Одна победа». Еще один утренний победитель планирует открыть в Тюмени школу нового кино, где можно будет постичь языки на искусство без профильного образования. Я хочу преднести это в Тюмень, потому что сегодня большой отток кадров. Все мои друзья-режиссеры уезжают в Москву. Это потому что здесь нет возможности реализоваться, поднять уровень своих компетенций и стать профессионалом таким, чтобы тебя в мире считали, чтобы ты в Каннах мог свои работы показать. Андрей тоже получил грант на 200 тысяч рублей. Те и кто знают, возможно эти деньги помогут тюменским режиссерам попасть в Канны. Карина Закирьянова, Алексей Красных, Тюменское время. А Тюмень, Лазурному берегу Франции, может противопоставить свои природные богатства. Слава целебной силе наших горячих источников уже давно вышла за пределы региона. А вот как здесь проходит этот туристический сезон, посмотрела Дарина Скорнякова. Этот источник тюменцам известен давно. Раньше его назвали диким. Чтобы погреться в теплой воде, сюда приезжали из разных уголков страны. Жили неделями в палатках. Сейчас старый источник – частная база отдыха. Но туристов столько, что свободных номеров в гостиницах-вагончиках нет. Многочисленных гостей это не пугает. Ставят палатки. В лагере яблоку негде упасть. А поток желающих не иссякает. В очереди машина из Челябинской, Курганской и Свердловской областей. В летние месяцы поле вокруг источника напоминает Грушинский фестиваль. Подлечиться и отдохнуть. Компания. В спину, как все. Как-то такая бодрость, энергия. За здоровьем на Тюменский источник приехала и семья Володиных из Азбеста. Пока жена варит на костре обед глава семейства. Нюанчится с внуками. В походно-полевых условиях живут уже неделю. Принимают ванны по собственному расписанию. Я не знаю, действительно помогать нет или это внушение. Но я здесь считаю, что здесь когда погываешь, с ночевой особенно, два дня отдохнул, то действительно, скорее всего, сам все внушаешь. И потом уже легче работает, легче переживаются невзгоды. Верят и в то, что вода из глубины тюменских недр поможет подтянуть кожу и избавиться от лишнего веса и морщин. Потом домой приезжаем, уже чувствуем эффект, что нам получше, полегче. Тюменские источники славятся обилием микроэлементов и минеральных солей. Такой природный микс благотворно влияет на нервную систему, сердце, сосуды. Но в погоне за здоровьем некоторые отдыхающие часами сидят в этой воде. Мы неправильно принимаем. Нам же надо успеть за один день. Четыре с половиной часа дорога-то занимает. От одного купания желанный эффект вряд ли наступит. В ванной в горячем источнике врачи советуют принимать курсом. В идеале 15-20 минут в день. Из противопоказаний беременность и повышенная температура тела. Кстати, часто туристы нарушают еще одно важное правило. Перед процедурой принимают горячительные напитки. В этом случае купание не только пользы не принесет, но и может быть опасным. Дарина Скорнякова, Дмитрий Ларичев, Тюменское время. Еще осторожнее со своим здоровьем надо быть в ближайшие дни. Из-за погожего антициклона, благодаря которому в Тобольске завтра плюс 23, плюс 25. Переменная облачность и лишь небольшой кратковременный дождь. А в Тюмени день пройдет без осадков при температуре 25-27 градусов. На этом у нас все на сегодня. Завтра будет новый день и новые люди, явления и события, о которых мы расскажем вам точнее. Спасибо за внимание. До свидания.